идемте сейчас тут же света так сейчас мы тут это увидеть только на украине ездите да а это не украина это минск да да я помню мы тут с артемкой тусили когда-то помню живопредание да было дело было конечно было добрый вечер дядя толь как ваша бодрость духа ну что же дорогие друзья собственно это легендарный дядя толя отец моего легендарного троёрного брата вот собственно к сожалению не стал моего троёрного брата в семнадцатом году и и чтобы запечатлеть память о нем я бы хотел снять небольшой небольшой кусочек небольшой отрывок собственно всяких документальных историй из от живых свидетелей собственно непосредственных вот дядя толь можете вкратце в двух словах или какие-нибудь там запоминающие истории собственно артемка он же в каком году он родился восемьдесят шестом восемьдесят шестом хорошо и еще же у меня тоже это было троёрная сестра до даш правильно она восемьдесят девятых восемьдесят девятых дядя толь расскажите пожалуйста только как есть как вы думаете когда было лучше жить и там в ссср или уже после после его развала так сказать если можно аргументы для меня лично в ссср отлично мы жили а что значит отлично во-первых свобода была не как даже при украине такой свободы мы не чувствовали как при ссср мы хотел куда захотел поехал я даже в белоруссию ездил свою часть после службы я даже ехал я паспорта с собой не брал это было просто сел поезд взял купил билет без паспорта сел поезд и поехал приехал не знаю дети все физически как-то футбол пекарь вот и я помню пацаном все физически а сейчас и детей нету на улице по крайней мере а как вы думаете почему потому что все смартфоны до интернета это у них все вот это у них беда на смотрится на слушается и 10 лет 14 лет она уже все знает раньше как говорится если можно так сказать по телевизору поцелуили сиську голову покажут стыдно было краснели а сейчас пожалуйста что хочешь они больше нас все знают только вопрос а ведь сейчас есть такие школы допустим там есть уроки сексуального просвещения расскажите пожалуйста в ссср когда вы учились может быть на вашей памяти как вы собственно постигали азы этого этой проблемы так и кто кто вас посвящала этому старшие старшеклассники старшие братья и сестры это так поверхность как говорится легонечко так то есть вы грубо говоря это постигали либо на улице либо да хорошо но а собственно если если уж так случалось ну допустим вот опять же не будет ладно я так аккуратно аккуратно вот если допустим предположим по фантазируем вот дядя то ли привел домой ну женщину и собственно а что с ней делать пускай фантазия срабатывала она же дома никого не было хорошо тогда следующем ссср и методы контрацепции то есть вот те самые контрацептивы презервативы они были либо не было бы были были ну таки дешевые 2 4 копейки самые самые такие отдел порвался выкинул на этаже был наверное дефицит насколько я понимаю поначалу да потом уже туда ближе к развалу уже начали ее понял хорошо ну вот тогда будем ближе к развалу пойдем ближе к развалу собственно когда развалился союз вы помните какие-то вот воспоминания все таки значит восемьдесят шестой год артем родился и вот девяносто первый союз развалился артему пять лет вот и маленький ребенок и еще до дальше еще меньше собственно как вы выживали в это время отходили на работу давали макароны муку вместо зарплаты там конфеты колбасу под зарплату бартер а зарплату мы не видели сколько зарабатывали что делали не непонятно потом появились миллионы ну хоть миллионерами побыли то есть талоны на хлеб на сахар на сигареты а потом уже вот как-то ну период но голодный был период короче у меня батя мой в акс вы кстати с моим бате были знакомы с юрием пару раз я увидел а понял все значит значит не ну так вы поверхность а шапожан что называется хорошо отлично вот но вы знаете что он допустим его не стало от алкоголя вот баба сима моя она же там это торговала алкоголем то есть вот нас на на все улицы в общем у людей проблема с алкоголем конкретно и вот я ну не скажу чтобы там сильно выпивал ну вот допустим еще 29 но уже будет вот и до 20 лет я ну выпивал мог ну как все грубо говоря потом вот как отрезал как бабка пошептала собственно вот и я подвожу к тому что у вас же тоже были проблемы с алкоголем правильно вот и собственно вот расскажите пожалуйста как именно эта проблема повлияла ли она оставила ли она след на вашей на вашем этом жизненном пути и хотели бы вы опять же чтобы или не хотели чтобы повторили ваши маленькие родственники тот же самый путь и работу провалил и бухал и все поперепробовал от духов кроме динатурата я деколон пил и все все было самогон и водка все было а потом вот резко бросил и все и сыну говорил прекращай прекращай это до хорошего не доведет и вот уже 13 лет как вообще кроме чая кофе и минералки хорошо так 13 лет это с 2006 года вы в завязке правильно ну вот я с 2010 получается да ну еще еще ничего страшного я вас еще до коню вот хорошо следующий тогда такой вопрос а вы сказали что перепробовали все в моем понимании и в контексте современности это звучит как вы попробовали то есть может быть какие-то психоактивные вещества то имеется ввиду наркотики нет только алкоголь это у меня не было а мы тогда и понятия не имели же такое героин и в глаза его не видели хорошо хорошо тогда перейдем в дальнейшем вы сказали что перепробовали все именно кроме дина кроме динатурата но там же еще был не только динатурата палитура но я имею ввиду одеколон лосьон тройной одеколон шипр архиархимеда был такой еще но ведь одеколон не то чтобы на вкус он же обжигает вот это слизистую прочее ну когда бухаешь она все идет хорошо тогда следующий вопрос когда люди продолжительное время выпивают у них порой их порой парализует ли выход у них отказывают ноги у вас были похожие проблемы со здоровьем вот и собственно хорошо вы как-то происходит то есть вы однажды просыпаетесь и и что сегодня например выпил утром лежишь лежишь все соображаешь мозги уже протрясели трезвый а тебе такое ощущение как будто руки берут руки ноги берут и выворачивают ты смотришь а руки сами выворачиваются думаешь вот это допился даже до конца и ноги отказывали тоже буха но я отказывала покойная мать с квартирой привела домой ну когда в жигалке не было привела домой эту недельку полежал отошел и все и с тех пор вот это то есть вы без посторонней помощи без помощи врачей то есть она без ничего сам и никакие врачи никакие ничего никто не поможет я это сам сам не захочешь его час приходят братья тут сидят пьют меня ну безразлично пьют они шо не там пьют водку я себе чайок они пьют сидят только от них потом голова болит с пьяным разговоры опять же артем я не знаю он это придумывал или не придумывал он рассказывал следующее что вот вот я помню вот там у вас розетка есть и он рассказывал что как-то он приходит я не помню то ли со школы то ли откуда вот значит тетя галка якобы она ухом прильнула к этой розетке и говорит я там радио слышу и он это мотивировал тем что у нее была белая горячка собственно могло такое или нет было 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 хорошо а вы можете описать этот механизм белой горячки то есть как это происходит что она себя представляет белая горячки не было по соседу я я знаю это неуправляемый человек вот как будто там робот сидит и делает то что ему там внутри то что ему хочется не человек делает а водка им регулирует хочет и может и за нож взяться и за топор за что угодно он робот наверное будем заканчивать и перейдем собственно к грустному артем я просто помню он и в школе хорошо училась все у него получалось но я вот помню тоже баба сима она же такой человек очень спыльчивый и властный вот и она что-то говорила вот артемка что-то там техникуму что-то не закончил или там ему надо какую-то бумажку было и забрать я ему говорю но в общем она всегда совала свой нос куда ее не просили вот это ни для кого не секрет и опять же со мной на эту тему до тех пор меня учат да 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 уже 60 ну извините да имеют или имеет право ну как она думает на самом деле нет вот хорошо и собственно я так понимаю проблема у него по жизни произошли от того что артемка выпивал правильно он не так бы он просто у него головой сильно ударился я помню на квартире жили и он с квартиры со второго на площадку летел и в стенку сильно ударился и после этого у него же белый билет ему и в армию не вошел ему пить вообще нельзя было вот запретили пить если он 50 грамм выпивает он неуменяемый тоже становится 50 100 грамм а если больше то вообще а что значит неуменяемый но не не слушается понимаешь говоришь а он на своей волне плывет и все а вот и у него был друг по кличке креветка может быть и у вас есть какая-то информация а он она живет я понял я понял как вы можете его характер это же был артема друг друг был а почему был ну а потом они с мы ходили он работал в атб на ходили телефон у него забирали и шиздюлину давали ему артемки да потом приходили сюда за телефон платили и креветка шпил сейчас женился машину купил дом восстановил ремонт доме сделал сейчас живет нормально ну я помню артем подшучивал над креветкой то что он ну так скажем ну не по женщинам уже дети есть жена есть что на самом деле произошло вот тогда прошлым летом семнадцатого года то есть как же так получилось что артемки то не стал ведь ничего там не ну вот я баба сима просто рассказывал что так и так она приходится в слезах артемка сгорела что произошло пришел с работы саня его друг с кем учились саня и серега поехали в город города приехали смотрю серега тут ходит за артема молчат я у спросил он на работе смотрю серега выпивший значит этот выпивший я в этот день не пошел хотел тормозов думаю на следующий день пойду на следующий день не пошел а потом уже через начать через день приехала милиция привозят ну ксерокопию паспорта ваш ваш он сгорел и все один телефон какой был белый белый он сплавился ну в общем все ну а там соседи говорят вообще было по-другому он вспыльчивый был когда пьяный видать или не пустил ночью или что-то ну скорее всего говорит его убили убили и подпалили ну чтобы скрыть это все даже начальник не позвонил и телефон мой был и начальника не позвонил не сказал мне ничего сказали что там света вообще не было что он не работал там у них в общем так что он приходил вроде бы как двор уберет подметет мы ему денег дадим и он уходит хорошо он там работал собственно кем сторожем один там сутками он мог там и ночевал там и тормозы и телевизор с дому забрал там ну в общем вот такое дело я понял это какая-то жесть в общем то есть он мог и не собственно и не своей смертью-то помереть я так и думаю это его там рохнули и просто подпалил потому что там сарай с дерево был у сарай целый если бы она загорелась говорят закурил и отяре я запон горел бы то все бы сгорело если пинты не приехали у тебя только вечером так и начальник говорил что он у типа у нас не работал до начал мазаться ну понятно проблемы не нужны короче что мы ему так платили по чуть-чуть он там как прошел убрал и ушел а он-то ночевал и печку там запил кочегарку и запил и в общем сутками почти я я понял ладно я больше на эту тему тогда не буду спасибо вам где то ли это конечно жесть но тем не менее хоть немножко информации по всем где то ли все тогда будем прощаться